Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы сегодня будем вязать мушку, эмиджер, которая, как вы просили, для уклейки, красноперки, густеры, плотвы, той, будем говорить, мелочи, которая в основном питается у поверхности. Значит, есть вот такие варианты. Я просто вам буду показывать, чтобы вы имели сосредоточенность на том, какой для вас лучше выбрать вариант. Принцип работы у них абсолютно одинаковый. Нижняя часть находится в воде, и за счет опушечки держится наша мушка на поверхности. Вариантов бесконечное множество. Вот, как вы видите, с двумя крыльями, с одним крылом. Я выполнял уже разные, поэтому это не столь принципиально. Я хотел бы остановиться на базовой модели, которая является Клинт Хаммер. Из всех, допустим, мушек, если вам нравится, и вы сможете, допустим, найти по величине перышко, пожалуйста, изготавливайте. Как вы видите, варианты изготовления тела, опушки и всего остального бесконечное множество. Можете экспериментировать. Поэтому я вам специально это показал. Мы же будем изготавливать, ну, очень мелкую, поэтому я постараюсь сейчас использовать те материалы, которые подойдут для нашей мушки. Я взял крючок вот такой серии. Но скажу вам сразу, начните вязать с номера 16. Крючок я взял номер 20, так как я буду, ну, очень-очень мелкую рыбу ловить. Еще годится для вязания вот такая серия. Как вы видите, это более конкретно, более предметно. Они подходят для вязания именно Клинт Хаммеров. Также можно спокойно взять серию, допустим, вот Сэшка, которая тоже граб-шримп соответствующего номера. Проволока достаточно тонкая и удобная в работе. Давайте теперь мы с вами приступим. Значит, что нам понадобится? Нам необходимо буквально немножечко сейчас антрона, для того, чтобы наша кисточка, на которой мы будем мотать опушку, была видна издалека. Нанесли совсем немножечко капельку клея на цевьё. И я беру красную нить, красную, ну, в данный момент она у меня малиновая. Так как заднюю часть я буду изготавливать из материала, который должен привлекать её. Поэтому красненькую точечку я постараюсь обозначить. И вот смотрите, мы прошли по цевью, прогнали нашу капельку клея. И теперь возвращаемся обратно к месту крепления нашего ёршика. По величине пера вы подберёте для себя точку, которая будет в нас определять крепление ёршика. Это что касается этого крючка. Значит, я по величине подобрал с трудом вот такое вот пёрышко. Поэтому для меня вот целесообразна точка там, где я буду делать мой ёршик. Вот как раз там, где мы остановились. Поэтому мы сейчас ещё чуть-чуть вернёмся назад. Буквально почти до середины. И я беру щепотку вот прямо прядь антрона, которая у меня имеется. Чуть больше, чуть меньше. Это не столь принципиально. Мы потом немножечко всё равно подрежем. Закрепили. В одной точке промотали. И теперь вот смотрите, чтобы не было у нас ступенек, я уже неоднократно показывал. Мы берём вот так вот и на косую подрезаем наш антрон. Значит, это антрон, который обладает плавучестью, поэтому нам желательно, чтобы вот эта точка хорошо была подкреплена. Перепроверимся, где мы будем с вами подматывать. Очень нас вполне устраивает. Вернулись немножечко. Проматываем. Подняли вверх аккуратно. Проматываем до тех пор, пока не станет вот так наша кисточка. И теперь я для того, чтобы достаточно удобно было потом наматывать пёрышко и потом не возвращаться к этому, я беру опять капельку клея и наношу буквально вот там, где у нас будет потом крепиться пёрышко. Возвращаю нашу нить и проматываю, как вы видите, вот так наш антрон. У нас образуется ножка, которой мы потом с вами закрепим пёрышко и сделаем опушку. Нить нашу движим теперь в сторону загиба, там, где мы будем формировать с вами тело. Что я делаю? Я слегка вот так захожу за загиб. Формирую как бы вот такую небольшую точку. Аккуратно, аккуратно. Теперь возвращаемся обратно. Мусор, который цепляется, конечно, желательно убирать нам. Сделали. Берём теперь. Ставим в удобное положение для нас, так как потом будет немножечко неудобно работать. Берём наш лак-клей, который прозрачный, белого цвета. И я здесь наношу вот такую хорошую капельку. Всё, к этой точке мы уже с вами не возвращаемся. Самое основное. Тело можно изготавливать из любого материала, который вы, допустим, для себя выберете. Это не принципиально. Главное, чтобы в момент попадания в воду наша вот та часть тела находилась под поверхностной плёнкой. Поэтому у нас эмиджер. Я взял вот перо павлина. И как вы видите, вот оно вроде бы почищено. И с другой стороны не почищено. То есть, как бы наполовину. Чем это я достигаю? Я положил на стол. И обыкновенным вот ластиком, который имеется, ну, у меня с дисков, который для шлифовки поломанный, хорошо чистит. И в одной только плоскости я почистил перо. За счёт этого у меня, если мы бы с вами перевернули и ещё раз почистили, перо бы почистилось полностью. Вы можете использовать мелкий-мелкий даббинг. Но, скажу вам честно, сколько я не пытался, вот на крючках номер 20 очень-очень тяжело что-либо изготовить тело, кроме использования вот этого пера. И, как обычно, я всегда беру наш люрекс, который мы сегментируем тело. Я закреплю его буквально по всей длине, чтобы не было нагромождения. Следим за тем, чтобы мы не наехали на нашу точку. Подхватили. Проматывать будем потом. И я не из толстого конца, а с тонкого конца, который мы почистили с вами, также креплю перышко по всей длине. Следим за тем, чтобы мы не наехали на наш шарик. Ну, в крайнем случае, потом с вами еще добавим. И теперь аккуратненько движемся там, где будем потом формировать с вами грудку. Стараемся немножко вот так убрать эти наши неровности. Все, друзья мои. Теперь мы с вами эту нить убираем. Нам в дальнейшем понадобится с вами уже более темная. Если нет такого оттенка красного, возьмите люрекс красный. Или в крайнем случае можно люрекс потом подкрасить. То есть выход можно найти всегда. Или изготовьте без этой точки. Это не принципиально. Берем теперь, как обычно, промажем немножечко цевьё. Клеим. Так как армировать мы наше перышко не будем. Буквально до самого нашего ёршика, где будем крепить. И аккуратно стараемся виток к витку произвести намотку тела. Дошли до самого ёршика. Берем зажим, перодержатель, любой, какой у нас имеется инструмент, чтобы мог подхватить. Вот так, как вы видите. Он висит под своим весом. И его уже держит у нас клей. Поставим в удобное для нас положение. Я делаю буквально один полный оборот там, где закрепил люрекс. И теперь я выбираю шаг, с которым я буду сегментировать тело моей личинки. Это не столь принципиально. Выберите для себя 3, 3, 4, 4 оборота. Это дополнительный элемент для, в основном, краснопёрки, которая любит бросаться на всё вот такое блестящее. И в то же время мы с вами дополнительно закрепим наши материалы. Обязательно на это место нанесём небольшую капельку клея или лака. И теперь берём нить вот такую, более толстую. По сравнению с нашей малиновой. Но, опять же, она должна быть достаточно тонкой. Скажу сразу, что толщина этой нити значительно тоньше той нити, которая продаётся в магазине. Толщина её где-то, ну, порядка 0,015. Поэтому попробуйте для себя, как вам будет удобно. Подровняем теперь все наши неровности. И в этой точке нам необходимо закрепить для изготовления грудки уже более хорошее перо. Я вам уже неоднократно показывал и сразу опять повторюсь. Не старайтесь обрезать. Вот возьмите где-то две трети там, где вот у нас перо и за сами кончики. Как вы видите, они оторвались в том месте, где они по-любому оторвутся. Закрепим здесь аккуратненько перо павлина и закрепим сразу перо, из которого будем изготавливать ёршик. Значит, ёршик можно изготавливать как чтобы опиралась на пушку наша с вами мушка, так и вверх. То есть, это уже как вы для своей рыбалки выберите сами и по своему крючку. Значит, что я делаю? Подхватываю вот в одной точке и нитью обязательно опять проматываю впереди так, чтобы у меня здесь уже образовалась площадочка. Пройдёмся ещё раз по этой точке там, где будем наматывать наше перо. Обязательно маленькую капельку добавим клея, так как кончик пера я не могу здесь сделать большой как обычно в больших мушках. Поэтому будем применять наш клей. Пока клей наш подсыхает, значит, что мы делаем? Приподнимаем немножечко вот наш проматываем чтобы была хорошая жирная у нас грудочка. Стараемся опять пройти на косую ровно столько чтобы был хороший вот такой вот шарик. Переводим теперь наше перо ближе к колечку. Обязательно, друзья мои, не доходим пару миллиметров до колечка удаляем наши перья. теперь обычно я допустим поворачиваю станок к себе или разворачиваю чтобы был в такой плоскости и наматываю ёршик. Но я буду придерживать вот так рукой. Обычно мои заокеанские друзья используют разные оттяжки для изготовления вот таких клингхаммеров. количество обмоток нашим перышкам необходимо выбрать уже по вашим рыбалкам потому что в основном рыба сама по себе пугается когда слишком большой ёршик. Я стараюсь выполнить ровно столько чтобы ёршик поддерживал мою мушку. Вот приблизительно столько будет достаточно. Ну а теперь я поставлю для себя в удобное положение выполним головку и закончим мушку. Вот друзья мои как вы видите мы с вами изготовили очередную микро мушечку. Очень удобная результативная практически безотказная во всех рыбалках. Подберёте только для себя габариты и что самое главное попробуйте изготавливать вот как я изготавливал её допустим цветной опарыш но с опушкой. Тоже достаточно хорошо. Капнули немножко буквально лака дабы закрепить нашу нить и стараемся не сильно утяжелять головку. Достаточно хорошая удобная опушка. Подрежете по своему усмотрению кисточку и наша очередная мушка готова к рыбалке. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч! Продолжение следует...